Здравствуйте! Обращаюсь к вам с таким разъяснительным, может быть, разъяснительным обращением, как вводная часть нашего проекта. Этот проект будет на сайте еврейком, попытаться восстановить уроки, которые с помощью Всевышнего мне пришлось давать, и как будто бы даже что-то получалось, по книге Таилим. Книга Таилим по русской псалме царя Давида, одна из книг Танаха, как известно, состоит из 150 глав, и вот раз в неделю, если не надо было куда-то уезжать в другую страну, раз в неделю я старался дать урок по книге Таилим. Сначала планировалось где-то за 2-3 года закончить, однако желание и участников, и это совпадало и с моим желанием тоже, немножко углубиться, немножко понять больше, чем обычный подход раскрывает, привело к тому, что весь этот курс уроков, все эти занятия, заняли 23 года, я не оговорился, 23 года, примерно раз в неделю с пропусками, но раз в неделю, и это, естественно, как вы догадываетесь, вначале записывалось самыми примитивными средствами, я не уверен, что все помнят эти небольшие, как по-английски называют, tape recorder, то есть маленькие магнитофоны, переносные, с небольшими кассетами, которые позволяли записывать, как бы все, и это было очень легко, положить кассетник этот и записывать, но на самом деле качество было не очень хорошим, если не сказать даже плохим, потому что цель тех людей, которые записывали, это не эти передачи, это не эти уроки, а просто для себя, для повторения. Потом уже ближе к концу технология изменилась, появились дигитальные записи, соответственно, лучше стало, но в целом, заранее хочу сказать, качество не очень хорошее, мы стараемся с помощью современных технологий прочистить, вычистить эти записи и представляем вам на изучение, полагая, что это будет полезно, интересно, и постарайтесь, я очень рекомендую, постарайтесь абстрагироваться, не обращать внимания на недостаточное качество записи, это не в студии запись, это даже не вот так вот в квартире, но один на один, сидят люди, кто-то где-то слово сказал, кашель может быть и так далее, понятно, я думаю, все понимают, что качество заведомо не очень высокое. А теперь перейдем к другому, о качестве самих занятий. Я, безусловно, не могу ничего сказать, потому что я их проводил, но я хочу сказать, что это было интересно всем, и люди приходили, и некоторые из них, которые начали 23 года тому назад, от первого до последнего урока ходили. Это тоже что-то говорит, люди уже подросли со всех точек зрения, постарались уже изучать Тору более глубоко и еще более глубоко. Все мы учились, как известно, учитель учится у учеников, ученики у учителя, все мы прошли эту удивительную школу 23 лет, книги Таилим, книги псалмов царя Давида. Мне кажется, что если набраться и вооружиться такой снисходительностью и спокойным отношением, не обращать внимания на всякие технические стороны, а стараться вникать лучше, то будет очень интересно, полезно, важно для каждого, кто захочет к этому подключиться. Мы будем выставлять на сайте еврей.ком эти уроки примерно два раза в неделю, три раза в неделю, мы еще сами не выбрали как, вы посмотрите, как это будет. Но так, чтобы это не шло потом 23 года, это слишком много. Но за некоторое количество лет это закончится, мы начнем с первого, и мы придем с помощью небес к последнему, из этих Таилим, из этих глав, последней главе. Я надеюсь, что это будет действительно полезно. О самой книге в первых уроках что-то я говорил, возможно, это не записали, может быть, я даже не знаю это, потому что вся направленность моя была, это работа с людьми. К тем, кто пришел, я обращался, чтобы их как-то поднять, чтобы их разбудить, чтобы их загрузить знаниями, интересом и еще главное, чувством почитания небес и чувством понимания бесконечной глубины Торы. Потому что когда мы говорим Тора, мы говорим и Тора, и Танах, и все другие наши книги. Соответственно, и книга Псалмов тоже, или как на иврите, Таилим. И последнее, что я хочу здесь сказать, это то, что вся книга недаром столь любима в еврейском народе. Недаром ее читают все, как говорится, от мало до велико, периодически, кто-то каждый день читает. Есть люди, которые за неделю кончают всю книгу и снова начинают. Я знаю лично таких людей. Есть такие, которые за месяц, каждый месяц начинают и завершают. Поэтому книги часто делятся на недельное чтение и на месячное чтение. А есть, которые читают не торопясь, или когда хотят, когда настроение, когда потребность, когда что-то происходит важное и хорошее, или наоборот, что-то трудное и нежелательное. Книга Таилим не подводит никого, помогает каждому, потому что в ней великая душа царя Давида смогла в этой книге выразить устремление души любого человека и в этом сила этой книги, любого человека. Это не царь Давид, это каждый из нас, любого человека к небесам, к Всевышнему, к сближению, к пониманию ситуации. В этой книге заложено, как вы увидите, наберитесь терпения, все-таки 23 года продолжались уроки, а мы, конечно, сделаем только за несколько лет с помощью небес, но все-таки вы увидите, какие невероятные глубины в этой книге и совершенно невероятное разнообразие всего абсолютно, обо всем, что хочешь. Все это в этой книге. На этом и заканчивайте небольшие такие вводные слова, потому что я думаю, что книга говорит сама за себя. Я очень советую у всех, у кого есть возможность иметь книгу Таилим, лучше всего на иврите, в крайнем случае на иврите с параллельным переводом и очень-очень желательно только выполненным еврейскими религиозными издательствами. Этих издательств много, но нужно любой годится, ну вот текст на иврите, и параллельно перевод выполнен одним из этих издательств. И тогда можно будет следить за уроком и смотреть не только на слух, но и слова, и буквы даже мы разбираем. Мы много что там разбираем, и текст нам очень нужен. Пожалуйста, вооружитесь такими книгами, сегодня это несложно их достать, и это заметно повысит качество. Так, собственно говоря, было и на уроках, все приходили с книгами. Мы начали в одной из ешив города Бнейбрак, в их лекционном зале, приходило примерно 40-50 человек. Потом мы перешли в город Петахтику, и уроки продолжались уже в нескольких частных квартирах, в одной, в другой, потом в третьей, и таким образом мы торжественно подошли к концу. Но в Торе нет никакого конца, поэтому, подойдя к последнему из глав Таилим, мы перешли снова к началу, чтобы совершить вот этот момент от конца снова к началу. И первые четыре уже на основе опыта всех этих лет снова разобрали, но уже очень коротко, вкратце, и это тоже будет зафиксировано и будет выложено в интернете. Так что, пожалуйста, надеюсь, что все вы будете довольны, польза будет большая, удовольствие будет, настроение будет хорошее, знания будут расширены и углублены. И все это, конечно, очень приятно и очень важно, и всем нам нужно. Всего доброго, и до свидания на разных уроках. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok